курт кабейн американский певец автор песен музыкант и художник он стал кумиром миллионов благодаря созданию рок-группы нирвана которая считается феноменальным явлением современной культуре так как сумела возвести альтернативную музыку в ранг мейнстрима сам курт признан иконой гранжа его творчество сегодня вызывает отлик в сердцах людей сегодня я вам расскажу историю кумира миллионов которая одновременно как велика так и печально курт дональд кабейн родился в феврале 1967 года в абердине неподалеку от сиэтла родители будущей знаменитости дональд лиланд кабейн работавший механиком на станции техобслуживания и венди элизабет кабейн которая одно время работала воспитательницей а затем официанткой в баре помимо матери отца мальчика опекали другие родственники спустя три года после появления курта семье кабейнов родилась девочка кимберли интерес к музыке у курта появился еще двухлетнем возрасте детстве мальчику нравилась группа битлз и монкис кабейн часто посещал репетиции родных дяди и тети которые выступали в составе кантри ансамбля когда будущему солисту нирвана исполнилось семь лет тетя мэри эрл преподнесла в подарок детскую ударную установку позже курт увлекся творчеством коллективов аси дисси дэд зеппелин блэк саббат аэросмит кис в восьмилетнем возрасте мальчику пришлось пережить развод родителей что не лучшим образом отразилось на его психике и дальнейшем поведении с тех пор курс стал замкнутым агрессивными циничным одно время кабейн жил с матерью но затем перебрался к отцу монтесану в этот период покончил с собой родной дядя которого музыкант очень любил отец женился на дженни уэсби парень не ладил с новой пассией отца поэтому съехал от него подростковом возрасте будущий рок исполнитель поочередно обитал родственников 14 лет кабейн научился играть на гитаре причем его первым настанником стал уоррен мэйсон окончив школу парень некоторое время скидался по друзьям затем все-таки устроился на работу а в 1986 году на восемь дней попал в тюрьму за незаконное проникновение на чужую территорию и распитие алкоголя 1985 году курт кабейн основал музыкальную группу фэкалом это у коллектива числа 7 композиций но так и не выпустив ни одного диска группа распалась этот опыт повлиял на творческую биографию музыканта в будущем затем друг курта крис новосельевич предложил создать рок-группу первое время фарадменом коллектива был именно долговязый интеллигентный новосельевич он играл на гитаре и пел кабейн же сидел за ударными вскоре курта заменил барабанщик аарон букхарт а крис взял в руки бас-гитару позднее появился ударник чеченнинг музыканты никак не могли найти подходящие названия для своей группы сначала были названия скидроу этот фред бриз и пэн карпчев в итоге остановились на нирвана 1988 году в свет вышел сингл группу под названием love a bass а на следующий год музыканты выпустили первый альбом bleach песни которая куртка бэйн исполнял составе нирвана стали неким соединением стилей панк и поп всемирная популярность пришла к коллективу в 1991 году после выхода альбома nevermind композиция smart locked in spirit долгое время продержавшись на вершинах хит-парадов стала настоящим гимном поколений после выхода этой песни альбомы музыкантов расходились миллионные тиражами вне конкуренции остался даже легендарный коллектив гансен розов каждый концерт музыканта собирал тысячи преданных фанатов комбейн испытывал от подобной популярности дискомфорт музыкант раздражало что он стал кумиром широких масс тем не менее представители сми называли группу нирвана флагманом поколения x музыкант стремился чтобы его отождествлялись направлением независимого рока поэтому следующий альбом in utero вышедший 1993 году американский рок исполнитель сделал преднамеренно мрачным альбом не стал популярным как предыдущие но занял лидирующие места в чартах наиболее успешными стали песни оба да герл у новую и другие типы на эти композиции завоевали популярность в всем мире поклонникам музыканта понравилась и кавер версия на песню and i love her который исполняла группы the beatles интервью курт не раз отмечал что в детстве любил слушать композиции популярного коллектива из великобритании курт стал кумиром своего поколения он выделялся любовью к эпатажу был смел выборе от предметов гардероба музыкант завоевал титул иконы стиля благодаря умению носить необычные аксессуары один из них темные очки в белой оправе эту модель свое время открыла миру одри хэбберн сам артист использовал их для своей знаменитой фотосессии 1993 года у джесси фромана неоднократно артист роз которого составлял 175 сантиметров выступал перед публикой в женских платьях для съемок он выбирал одежду с цветочным принтом в таком виде исполнитель появлялся на обложке номера the face 1993 года также участники группы отклонили предложение билла клинтона посетить белый дом в знак протеста они снялись в женских образах на фото которые были сделаны напротив фабрики пирожных в сиэтле личная жизнь легенды связана с именем одной избранницы крутка бэйн познакомился с будущей женой в 1990 году на концерте в одном из клубов портленда где оба выступали в составе своих групп сама крут не лав утверждала что заприметила курта еще в 1989 году на концерте нирвана и моментально проявила к нему интерес но музыкант игнорировал девушку позже исполнитель объяснил свое поведение желанием подольше побыть холостяком хотя своим товарищам он признавался что девушка вызвала у него большой интерес благодаря чему и состоялась и дальнейшее знакомство между куртом и кортни завязался роман а в начале 1992 певица узнала беременности уже в феврале того же года пара сыграла свадьбу церемония бракосочетания прошла на гавайском пляже вайкики кортни лав была в платье некогда принадлежавшим фрэнсис фармер новобрачные восхищались этой актрисой а курт комбейн поленившись надеть костюм явился на торжество в пижаме 18 августа 1992 года у пары появилась дочь фрэнсис бинкобейн супруги едва не оказались лишенными родительских прав из-за слишком откровенного интервью лав которым она рассказала о своем пристрастии к наркотикам опека посчитала что такая мама представляет угрозу для ребенка анализы принудили сдать и кабейна чему он противился проблемы со здоровьем у курта кабейна наблюдали с детства исполнителю было поставлено несколько диагнозов включая маниакально-депрессивный психоз в результате чего он был вынужден принимать психотестимуляторы юности курт пристрастился к наркотикам и это увлечение переросло в полноценную устойчивую зависимость на это также повлиял и тот факт что среди родных кабейна присутствовали алкоголики и психически нездоровые дяди музыканты со стороны отца совершили самоубийство после экспериментов с разными наркотическими средствами курт кабейн перешел на героин в 1993 году исполнитель перенес тяжелую передозировку этими наркотиками за пару недель до смерти друзья уговорили курта пройти курс реабилитации откуда артист бежал на следующий же день тело музыканта было обнаружено 8 апреля 1994 года в его доме электрик гэри смит прибывший к кабейнам для установки сигнализации первым увидел мертвого курта после нескольких звонков двери смит зашел в гараж поднялся в оранжерею где через стеклянную дверь увидел мужчину без признаков жизни сначала смит предположил что кто-то спит но затем заметил кровь и ружье учитывая имевшее место инциденты с передозировкой полицейские составили формальный протокол согласно которому музыкант вел себе чрезмерную дозу наркотика и застрелился из ружья возле тела была обнаружена и предсмертная записка причиной смерти названо именно самоубийство фанаты до сих пор уверены в том что смерть курта кабейна подстроили а предположение сотрудников полиции о том что кумир миллионов застрелился ошибочно я более чем согласен с многими поклонниками так как и сам являюсь поклонником курта кабейна самого детства предполагаю что смерть курта кабейна не является случайностью не является самоубийством так как много в данном деле есть но и предлагаю посмотреть документальный фильм называется пропитанный отбеливателем фильм пас фильм посвященный курту кабейну именно посмотреть тот отрывок который посвящен фактам которые показывают сомнения в том что это было действительно самоубийство тысячи поклонников изъявили желание попасть на похороны кумира 10 апреля 1994 года состоялась публичная панихида по кабейну тело певца кремировали а прах был разделен на три части умерший идол и сегодня не дает покоя фанатам после смерти музыканты режиссеры представили большое количество картин о его жизни и творчестве особо зрители отметили фильм курт и кортни вышедший в 1997 году в этой киноленте авторы попытались рассказать о причинах гибели знаменитости в дальнейшем появилась картина последние 48 часов курта кабейна в 2015 году на экраны вышел документальный фильм кабейн чертов монтаж последняя лента получилась правдоподобной поскольку участники группы нирвана и родственники курта которым принадлежат неопубликованные материалы представили доступ к ним для создателей картины 2013 году сми появилась информация о том что дом котором вырос лидер нирваны и ставят на продажу о таком решении объявила мать легендарного музыканта спустя пять лет сделка была осуществлена владельцем недвижимости стал ли бэкон который сообщил о реставрации собака и создании музея строение было признано объектом культурного наследия штата вашингтон позднее за 1 миллион была продана гитара музыканта мартин de 18e певец использовал ее во время выступлений на акустическом концерте mtv плюгат в нью-йорке запись которого попала на первое место чарта билборд кроме того было продано 6 волосков с головы легенды на онлайн аукционе торгового дома иконинг аукцион ранее они принадлежали коллекционеру николь депало после смерти особую популярность приобрел дневник курта кабейна который содержит личные записи музыканты с 1980 вплоть до 1994 года на прилавках магазинов появилась книга курт кабейн serving the servant воспоминания менеджера нирвана авторство дэнни голберга предприниматель тесно общался с музыкантами и позднее изложил многие факты жизни группы развенчав несколько мифов о нирвана если вам понравилось это видео ставьте лайки подписывайтесь на канал пишите комментарии также можете поддержать канал ссылка в описании это мотивирует двигаться дальше и до встречи